здравствуйте уважаемые зрители канала сортовые пеларгонии с вами елена в моей коллекции 250 сортов пеларгоний перед вами крапчатая пеларгония карлик бруксайт пулька надеюсь что видео про этот сорт вскоре появится на моем канале стоит на северном балконе поэтому краб еще не проявился вы можете видеть неравномерное окрашивание и на этом лепестке наиболее заметен розово-лиловый краб это пеларгония одна из моих любимец поэтому не забудьте посмотреть мое видео когда она появится на канале это мой черенок только вчера его перевалила в горшочек вы купили срез пеларгонии что же дальше так как я продаю срез вы могли видеть мое видео про большую посылку со срезом то накопились вопросы от покупателей некоторые из них часто повторяются дам на них ответы если у вас остались еще какие-либо вопросы по поводу среза не стесняйтесь задавайте в комментариях я хочу чтобы у вас все получилось ведь укоренение это очень увлекательный процесс рождения новой жизни какие растения продаю я первое срезаю все черенки перед отправкой с учетом работы почты чтобы черенки не оставались на почте на ночь а сразу уезжали к вам а такое вы увидели это динсио по 3 и моушен видео про самые необычные бутоны у пеларгонии уже есть на моем канале если вы не видели его найдите это видео по ссылке которая будет в описании вот так выглядят ее распускающиеся цветочки неординарный сорт второе вы открыли посылку и огорчились ведь листья у черенков подвявшие это естественный процесс потому что черенки без корней причем тем выше температура на улице тем сильнее могут привять листья черенков ведь с них испаряется влага для того чтобы уменьшить этот процесс я заворачиваю все черенки в бумагу не огорчайтесь что важно знать вся сила черенка в его стволе а листья при укоренении частично или полностью обновляются поэтому не стоит переживать по поводу старых листьев перед вами прекрасная незнакомка сорт похожий на эриду танец мотыльков видео про этот сорт уже есть на моем канале ссылку знаете где искать к вам приехал черенок без нижних точек роста и вы удивляетесь как из такого черенка может получиться пышный кустик с побегами растущими снизу отвечаю нижние точки роста для укоренения не нужны более того вся эта поросль которая есть снизу у черенка может привести к его загниванию когда вы поставили такой черенок в воду или в грунт поэтому освободите от любой поросли нижнюю часть черенка в противном случае это может привести не только к загниванию но и к гибели такого черенка и двами распускающиеся соцветия идеальной пеларгонии элна редис секрет лав видео про этот сорт уже есть на моем канале если первые соцветия состояли всего из нескольких цветочков то последующие как вы можете видеть уже больше по размеру часто задаваемый вопрос нужно ли обновлять срез когда нужно его обновлять в тех случаях если срез неровный и свисают какие-либо ошметки убирайте их потому что при укоренении такие части могут загнивать что может привести к гибели если внизу черенка есть трещинка тоже желательно обновить чтобы через эту трещинку не попадала инфекция просто так не травмируйте зажившиеся зажившие ткани внизу черенка они не нуждаются в обновлении во избежание заноса инфекции и гибели среза пятое как сделать так чтобы листья черенков побыстрее приподнялись я рекомендую поставить воду по моему мнению так можно ускорить процесс укоренения если же вы укореняете в грунте то можете поставить воду на какое-то время в зависимости от желания от суток до недели чтобы проверить жизнеспособность черенка не важно это вода с укоренителем или без я ставлю в воду кипяченую или не кипяченую из-под фильтра я укореняю в воде не забудьте посмотреть мои ролики из цикла укоренять легко надеюсь вы там найдете ответы на интересующие вас вопросы а видео про эту пиларгонию тоже есть на моем канале это разыбудная пиларгония наэль гордон она чрезвычайно любит цвести ее второе цветение и множество соцветий что чрезвычайно радует что она не стремится ввысь а торопится цвести что не часто встречается у разыбудных пиларгоний столкнулась с тем что некоторые категорически не хотят укоренять в воде говорят что у них пропадает когда-то я тоже придерживалась такого мнения но сейчас повторюсь укореняю в воде с чем связано то что черенок пропадает при укоренении первое с освещенностью второе с местом третье здоровье маточника четвертое здоровьем самого черенка со спецификой состава воды и другими факторами вполне возможно что состав воды а он у всех разный мешает укоренению могу посоветовать не увлекайтесь укоренителями избыток активных веществ может тоже привести гибели черенка сравнительное видео этих двух сортов уже есть на моем канале если вы не видели знаете где искать ссылку самое лучшее время для укоренения это весна и лето к примеру вы купили срез в августе к наступлению поздней осени ваш черенок укоренился и хорошо подрос из весенних и летних черенков получается сильные растения укореняются пиларгонии и в другое время но не так быстро как хотелось бы поэтому не забывайте учитывать такой немаловажный фактор как сезонность для укоренения черенков опрыскивать листья перед отправкой обматывать низ черенка ваткой с активированным углем ставить черенки в воду перед отправкой и прочее я считаю делать излишним во избежание занесения инфекции на листья или низ черенка перед вами принцесс сандра видео про эту пиларгонию вы можете найти на моем канале ссылка будет в описании растение после обрезки обрастает но как-то не очень охотно хотя стоит в первом ряду одна из ярких пиларгоний в моей коллекции принцесс сандра восьмое некоторые люди покупают а потом спрашивают как укоренить черенки мой цикл укоренять легко в помощь об укоренении в деталях тем людям у которых уже есть свой накопленный опыт укоренения я рекомендую укоренять так как привыкли во избежание выпадов а это сара хант яркая индивидуальность концу цветения ее цветы стали ярче контрастность переходов уменьшилась ищите ролик про эту пиларгонию на моем канале по ссылке у меня зацветает множество сортов пиларгонии давно не показывала ролики про тюльпановидные пиларгонии конечно же такие ролики у меня есть на канале вы можете найти их по ссылке это мистер чарльз что очень приятно что его тюльпанчики стали такие крупненькие надеюсь ролик про него вскоре выйдет девятое на что следует обратить внимание это длина черенка когда вы делаете выбор смотрите является ли сорт мини карликом и стандартом конечно же в первую очередь от этого зависит длина черенка если вы остановили свой выбор на пиларгониях мини то соответственно к вам приедут маленькие веточки просто другие не растут у таких растений руководствуясь своим опытом я отрезаю для своих покупателей оптимальную длину то количество междоузлий которое нужно для укоренения не гонитесь за длиной черенка я уже неоднократно говорила в своих видео что я не люблю длинные черенки потому что они первое дольше укореняются второе они более трудны формировки из них стало сложнее получить пышный кустик я убеждена что маленькие удаленки нередко длинные черенки зависают когда маленькие уже этого же сорта укоренились и пошли в рост вы должны понимать что чем дольше черенок стоит на укоренении тем больше вероятность того что он может пропасть от черной ножки из ошибок в уходе поэтому когда я укореняю для себя я срезаю маленькие черенки с которыми уже привыкла работать я показывала своем цикле укоренять легко черенок размером в 5 миллиметров то есть пол сантиметра который укоренился то есть могут укорениться даже крошечные черенки я учитываю индивидуальность каждого сорта поэтому бывают исключения повторюсь я подбираю оптимальную длину черенка для каждого сорта приведу пример исключения когда я отрезаю длинный черенок самую толстую веточку из имеющихся это мини диан у меня два растения этого сорта вначале я столкнулась с тем что я брала маленькие веточки для укоренения но к сожалению в воде они не укоренялись но веточки подлиннее укореняются легко и быстро посмотрите пожалуйста на мои фото этого сорта остается только добавить что вне зависимости от длины черенка у меня срезы укореняются от двух дней чаще всего от двух дней до недели 10 на что нужно обратить внимание черенки сохраняют свою жизнеспособность как минимум три дня у нас новая почта доставляет посылки самые отдаленные уголки украины за три дня то есть в пути черенки не успевают растратить свои жизненные силы некоторые люди подвяливают срезы в течение трех дней так они считают черенки быстрее цепляются за жизнь и за короткое время укореняются в областные центры чаще всего посылки доезжают за один день изредка за два зависит от расстояния поэтому важно сразу после того как вы получили черенки сразу же ставьте их на укоренение пеларгонии очень живучи некоторые сорта сохраняют жизнеспособность своих черенков и более продолжительное время посмотрите пожалуйста у этой пеларгонии изменились листья как вы можете видеть есть побелевшие пожелтевшие это не хлороз это влияние жары духоты если есть изменения в жару на листьях я предупреждаю об этом своих покупателей перед покупкой но не волнуйтесь в жару это естественное состояние повторюсь это не нехватка питательных веществ такие изменившиеся листья не говорят о том что черенок слабый обычно уже с сентября месяца пеларгонии начинают заменять такие листья на обычные процесс обесцвечивания листьев жару является естественным таким например как опадание нижних листьев у пеларгонии это случается каждый год и человек не может повлиять на этот процесс я очень хочу чтобы у вас все получилось поэтому я отсняла это видео и еще не верьте сказкам про стопроцентное укоренение если я вижу заголовки про стопроцентное укоренение то я понимаю что за ними скрываются сказочники нормальный процент укоренения более 90 процентов но не сто процентов ведь растения живые организмы и у нас бывают ошибки в уходе за черенками и еще напоследок открою одну пеларгоневую тайну даже сорта которые являются непростыми в уходе могут очень быстро и легко укореняться судя по моему опыту так что верьте в свои силы и у вас все получится если вам понравилось мое видео можете поставить лайк не забывайте подписываться на канал готовлю новые ролики для вас желаю всем крепкого здоровья удачного укоренения и обильного цветения ваших пеларгоний с уважением елена не забывайте задавать вопросы в комментариях охотничьих у о о во да к huge